Считаю пост Медведева в Телеграме, ребят. Предсказания на следующий год. Перед Новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Вынесем и мы свою лепту. Что может произойти в 2023 году? Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены на газа до 5000 долларов за 1000 кубометров. Нихуя себе. Возврат Великобритании в Европейский Союз. Распад Европейского Союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. Так, так, так. Походу в нетрезвом состоянии писал данный пост. Уже интересно. Идем дальше. Захват Польши и Венгрии и западных областей бывшей Украины. Создание Четвертого Рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской Республики и прочих маргиналов. Война между Францией и Четвертым Рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши. О! Сейчас самое интересное. Илон Маск в ходе выборов президента США в части Штатов. И это несмотря на то, что Илон Маск не является гражданином США. Ну, типа, имеется в виду, что он тут не родился. И он не может принимать участие в выборах президента. Потому что он не родился в США. Участие в выборах могут принимать только те, кто родился в Америке. Ну, да ладно. Выборов президента США в части Штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами. Это еще не все, ребята. Идем дальше. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. А что же сразу не в Россию-то, блядь? Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют. Это все. Это все, ребята. Это все. Это все предсказания данного человека. Это, если что, Дмитрий, блядь, Медведев, нахуй. Был президент в России какое-то время. Вот этот человек. Четвертый рейх, ребят. Развал США, ребят. Калифорния, независимое государство. Техас. Ладно, еще Техас. Реально тут как бы ходят такие вот слухи о том, что они там хотят отделиться от Америки, блядь. Вот. Но создание четвертого рейха на базе Германии. Возврат Великобритании в Европейский Союз. Распад Европейского Союза. Война между Францией и Четвертым Рейхом. Какую там должность занимает этот товарищ Медведев сейчас в данный момент? Напоминаю, недавно он в Китай ездил. К Синьцзиньпиню. Что-то там от Путина передавать что-то. Какие-то слова. Боюсь представить, какие там слова были. Это пиздец просто, блядь. И такие люди вот сидят во главе. Где-то там в России. Совбез РФ. Ну, да, блядь. Страшно, ребят, страшно, когда у руля вот такие люди. Не знаю, я, я, я что могу. Какие у меня прогнозы на 23-й? Ну, первый прогноз, наверное, самый главный. Что вот этот товарищ в психушку, блядь, попадет. Ну, иначе быть не может просто. Про мобилизацию ничего не сказал, да. Вообще, в целом, он ничего про Россию не сказал как таковую, да. А что с нашей страной-то будет? С Россией-то что будет в 23-м году? Вот что самое интересное. Блядь, да всем похуй там, я не знаю, кто в России живет, поебать, что там в Европе, что там в США. Какая нахуй разница? Что вы, блядь, живете жизнью, скажем так, других стран, я не понимаю. Когда у вас есть своя страна, и вам бы переживать о том, что будет в России. А они все, о, там Европа, Америка, Европа, Америка, блядь. Сколько уже живем тем, что, блядь, Европа и Америка развалятся. Надо своей жизнью жить, блядь, своей стране, ёпта. А они все надеются на то, что где-то там будет плохо. Вот у нас плохо, ну, а там тоже будет еще хуже, типа. Но это лишь только предположения и, наверное, какие-то его личные желания в голове. А не реальность, которая может произойти, блядь. Пиздец, я ваху. Это Путин уже скажет на НГ, посмотрим, что он скажет на НГ. Жду не дождусь. Тем не менее, почему-то их дети находятся на том самом Западе. Разгорел его отец, все это правда, но никто зато прошел отбор.